Доказанных, исследованных и сохранённых лет жизни этого города больше шести тысяч. Это была сеть небольших происторических сёл, сейчас их исследовано больше десятка. Самая крупная из них – это Слатинску Селиште, на месте сейчасшней улицы Шибчинский проход. Мы знаем, как назывался этот город примерно в VI веке до н.э. В V веке до н.э. о городе Сердика писал Фукидит. В 28-3 году до н.э. римляне приходят в город Сердов. А есть предположение, что Серды, возможно, были кельтским племенем. И в 28-м году до н.э. на эти земли приходит Римская империя. Город Сердика, археологическое метро Сердика, покажет вам потрясающие детали жизни этого города во II-IV веке н.э. Вторые бассейны используются до XVII века. А на минеральном источнике найдены остатки двух храмов – Асклепия и Аполлона-целителя. И вот с XIII века рождается первый христианский храм на земле Сердики, храмом Святой Софии. Как он назывался тогда, мы не знаем. В IV веке была построена ротонда Святого Георгия и было проведено полное переустройство города Сердики. Соответственно, храм Святой Софии и ротонда Святого Георгия – это два самых старых храма города. Георгия становится одним из четырех священных языков, а до того их было три – древнееврейский, греческий и латынь. Соответственно, царь Борис отстаивает четвертый, но этому языку нужна графическая запись. Глаголица до поры до времени использовалась. Глаголица, созданная Кириллом и Методием, была очень сложна. И их ученики, Климент, Наум и Ангелари, создали более логичный, более простой, с большей легкостью принятый алфавит, которым, собственно, стала Кириллица. И именно из Болгарии Кириллица пошла и осаждают Сердику, Сердец. Дальше легенда «Пленен Бан Янука» и «Город Пал». И это время непрекращающихся революций. В 1870 году в Софии работает революционный комитет. Его возглавляет дьякон свободы, апостол свободы Василь Левский. Французский консул Леандр Льюге, итальянский дипломат Виктор Позитано, автор-венгерский дипломат Йозеф Валдхарт и софийский раввин Габриэль Рафаэль Алмаснино. Благодаря этим людям София осталась жива. Народная Болгарская республика и Республика Болгария. Собственно, столицей София становится. Тольцизм – это поклон грекам и римлянам, а романтизм – это архитектура чудесных замков, свободных пространств и парков. Соответственно, парки и площади – это то, что приносит в город. Это еще очень маленькие заводы. Но это электрическая промышленность, это металлообработка, это первый пивоваренный завод. По другим данным, почти 2 миллиона. И девиз Софии – растет, но не стареет. Все самое новое в Болгарии первым делом появляется в Софии. И удивительности, и страшные вещи, и прекрасные вещи, и свидетельство всех ее исторических эпох. Субтитры создавал DimaTorzok